Недавний визит патриарха Кирилла в Болгарию закончился скандалом. Болгары, которые в основной массе положительно относились к России, сейчас сильно возмущены выступлением Гундяева, который пытался учить жить болгарского президента и весь народ в целом. Можно смело говорить о новом достижении российской международной политики. Уже и болгар против себя настроили. Так кто там в союзниках остался? Китай. Не смешите мои тапочки. У Китая нет союзников, у него есть только партнеры на выгодных для Китая условиях и причем Россия не является для них серьезным партнером. Мало того РФ единственное государство в мире, в которое входят территории, которые Китай по праву считает своими, КНДР. Ну пока Кремль будет делать поставки продовольствия и оружия, то да. Но скоро и в России начнутся серьезные экономические проблемы и кормить корейских союзников будет нечем. Тут самим бы на крапиву и лабаду как бы не перейти. Да и что-то Пхеньян в последнее время все ближе стал сходиться с силам. Один народ все-таки Беларусь. Ну да. Да только беларусам и дарам величие не нужно. Так что в конфликтных ситуациях Россия с цивилизованным миром Минск участвовать не будет. Так, сельхозпродукцию в обход санкций в обмен на нефть, газ и другие полезные ископаемые Беларусь будет поставлять братскому русскому народу. Но не более того. Средняя Азия. За Кавкази. Опять же не смешите мои тапочки. Пока Кремль башляет дружба есть, касса закончится, закончится и дружба. Им тоже конфликты с мировым сообществом ни к чему. Про всякие Венесуэлы, Зимбабве и осады я даже молчу. Преспективные союзники. И тоже ребята разбалованы загнивающим капитализмом. На шару дружить явно не будут. Так то сейчас у России в стратегических союзниках. Врагов знаем всех. Их почитай весь цивилизованный мир. Не зря же до сих пор в России Рейхстаги штурмуют. Везде враги, а где друзья.